То Бог ель, и я, то Бог наш. КОНЕЦ 10 августа, в день, когда Святая Православная Церковь совершает память святителя Петерима Тамбовского, в Николаеве, в Кафедральном Соборе Рождества Пресвятой Богородицы, собралось очень много людей, чтобы поздравить правящего архиерея, высокопреосвященнейшего Петерима, митрополита Николаевского и Очаковского с Днем Его Тезаименитства, с Днем Ангела. Более 20 лет возглавляет владыка Петерим Николаевскую епархию, и под его мудрым руководством выросло целое поколение молодых, сильных сердцем и духов священников. Нет для христианина ничего ценнее молитвы друг за друга, а в лице владыки Петерима мы, слава Богу, имеем глубокого молитвенника и доброго отца. Архиепископ Херсонский Таврический Иоанн, который приехал помолиться вместе с владыкой Петеримом и поздравить его высокопреосвященство с Днем Ангела, подчеркнул значимость и ответственность архиерейского служения. Господь избрал вас, служителям Церкви Божьей. Господь ведет вас и укрепляет вас на этом нелегком архипастерском пути. Вы многих и многих людей приводите к спасению, к покаянию и к вечной жизни. Во всех этих добродетелях вы, дорогой владыка, подражаете вашему небесному покровителю, святителю Петерину, который также всю свою жизнь заботился о своей пастве, заботился о чистоте православной веры. И поэтому в этот день, когда мы празднуем День вашего архипастерского именинства, я желаю вам, отцы, души, дорогой владыка, чтобы Господь по молитвам вашего небесного покровителя, святителя Петерима, укреплял и в дальнейших вас, в ваших архипастерских трудах. Пусть, как говорит нам в Священное Писание, ваша Пасха, видя ваши добрые дела, прославит Отца нашего небесного. Пусть Господь укрепляет ваши душевные и телесные силы, чтобы многие и многие годы служили во славу Божию, служили в Святой Христовой Церкви, приводя души верных людей, которых Господь уверен нам и вашему водительству к жизни вечной. Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы сиял светом и радостью и был наполнен ароматом и благоуханием цветов, которые несли люди своему владыке в день его теза именинства. Я благодарю весь народ Бога Любимый, который сегодня собрался в этот день поздравить Днем Ангела. Пусть Господь прониклась за ваши молитвы, за ваше то отношение к Церкви, к Любви Божией, которая витает в сердцах ваших, и мир Божий, да пребывая всегда с вами. С праздником, Дарьи Братичи! Спасибо! Друзья мои, вы любите мед? Я думаю, что многие из вас любят этот замечательный сладкий продукт. И тем более, что у нас есть повод очень скоро его вдоволь покушать. Знаете почему? Потому что приближается день, когда будут светить мед. Что это за день? Мы сейчас с вами узнаем у отца Максима Меркулова. Праздник, который мы будем совершать в воскресенье, в народе называется «Медовый спас», но на самом деле, настоящее его название, название его церковное, звучит так — «Происхождение честных древ, Ижетворящего Креста Господня». Само слово «происхождение», оно, можно сказать, практически неправильно переведено. Если брать настоящий перевод «происхождение», то оно звучит по-гречески как «предисхождение», что означает «шествие впереди». Если смотреть традицию самого праздника, который произошел в IX веке, то греческий часослов говорит об этом празднике так, что в августе чаще всего были разные болезни. И Константинопольская церковь, Византия, крест, животворящая частица, которая находилась в покоях императора, износила в Софию Премудрость Божию, храм, который находился в столице Константинополя. Люди шли, поклонялись этому Житворящему Кресту, молились и по своей вере получали исцеление. После чего этот крест в течение двух недель до праздника Успения Божьей Матери проносился по всем селениям и городам окрестным, для того, чтобы через эту силу Житворящего Креста прогонялась эта болезнь. И люди, естественно, которые не могли прийти на поклонение в храм, преклоняли свои колена на том месте, где их посещал этот Житворящий Крест, и болезни исчезали. В нашей традиции этот праздник еще называется как празднование Всемилостивому Спасу или Богородице. Связано с победами двумя, которые по промыслу Божьему произошли в один день, 1 августа по старому стилю, 14 августа по новому стилю. Победы благоверного князя Андрея Боголюбского над Воложскими болгарами и победы православного императора Мануила над Сарацинами. Промыслительно в один день на Святой Руси и в Греции произошли две великих победы в один день, и церковь установила празднование в этот день. Также еще в этот день совершается празднование и воспоминание Дня Крещения Руси, как описывается в летописи, что в этот день князь Владимир крестился. Но в народе мы знаем этот праздник как Первый Спас или Медовый Спас. Естественно, что все люди идут для того, в храм, чтобы осветить мед, маг, разное благовонное зелье, но мы должны понимать, что в этот день мы должны идти в первую очередь не для того, чтобы взять мед и осветить его, а в первую очередь для поклонения Кресту Животворящему, который тоже в традиции нашей православной во время всеночного бдения выносится во время пения великого словословия для поклонения людей перед этой святыней. Человек идёт на поклонение Кресту, обращается мысленно к Богу, видит тот подвиг, который был совершён на Животворящем Кресте, когда Господь, сам Бог, принял мученскую эту кончину крестную, пролил свою кровь и этой кровью омыл все наши грехи. Три раза в году Церковь усыновила поклонение Кресту, воспоминая этот великий подвиг нашего Господа. Конечно же, это самое главное. А потом уже те традиции, к которым привыкли люди — освящение мёда, освящение воды, освящение мака, потому что в этот день ещё празднуется День святых мучеников Маковеев, которые пострадали вместе со своим учителем и с матерью. Мы их тоже почитаем. Но самое главное, ещё раз напомню, это приход в Церковь для того, чтобы поклониться Честому и Животворящему Кресту. И слава Богу, по милости Божьей, праздник в этом году совпал с воскресным днём, и мы надеемся, что в этот день придут многие христиане, которые поклонятся Животворящему Кресту, прославят Бога, укреплятся в вере, укреплятся в надежде, научатся любви от Бога и будут стремиться ко спасению. С 14 августа, вот с дня праздника происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня по день Успения Божьей Матери 28 августа, мы будем проживать Успенский пост, который по своим дням является коротким постом, но по строгости приравнивается к посту Великому. Почему так? Потому что этот пост установлен в честь Божьей Матери. Божья Матерь всегда переживала за род человеческий, ведь мы знаем из Евангелия, как Христос, который был на кресте, передал Божьей Матери через апостола Иоанна Богослова весь род человеческий, как бы мы стали её детьми, так и она переживает за всех нас, приносила пост, который, конечно же, ей не нужен был, так как она была чистая, непорочная, безгрешная. И сейчас, в современной жизни, мы тоже стремимся угодить Божьей Матери, поблагодарить её за те молитвы, которые она совершала и совершает, за тех людей, которые к ней обращаются, за тех людей, которые даже и не обращаются к ней, которые, может, и не почитают Божью Матерь, но за всех переживают, за всех молятся перед престолом своего сына. И вот как бы честь этой великой нашей заступницы, заступницы рода христианского, мы совершаем этот пост Успенский. Пост Успенский, естественно, заканчивается праздником Успения Божьей Матери. Если, конечно же, взять по человеческим меркам, это Успение, ну, смерть, переход. На самом деле, Церковь говорит, что Успение — это не является смертью, это просто сон в какой-то мере, где Божья Матерь просто уснула для того, чтобы свою душу передать Сыну. То есть для православного христианина это торжественный день, потому что Божья Матерь, она всегда после того, как Христос был распят и воскрес, она стремилась к встрече со Христом. Она просила, чтобы быстрее уже разрешиться этих земных уз и перейти к своему Сыну. Поэтому Матерь Божья ждала этот день, она знала об этом дне. И, естественно, Церковь торжественно совершает это празднество. Перед этим мы постимся строго, перед этим мы молимся Божьей Матери две недели и, конечно же, встречаем этот праздник, надеясь, что и она по своим молитвам сподобит и нас всех в конце своей жизни так же мирно и тихо перейти в иную жизнь, к которой мы все христиане православные должны стремиться. Поэтому в какой-то мере это, конечно же, печальный праздник, но на самом деле это торжественный день, потому что Божья Матерь переходит в иную жизнь, где уже нет болезни, ни печали, ни воздыхания, где есть только радость, встреча с Господом. И мы знаем, что сам Господь пришёл на успение Божьей Матери, чтобы взять чистую душу своей Матери и вознести на небо. Мы должны понимать, что пост — это не только ограничение в еде, где мы ограничимся какой-то пищей определённой. И самое главное — пост — это воздержание. Воздержание от греха, воздержание от этих страстей, борьба с теми страстями, которые нас обуревают. Это очень важно, потому что некоторые люди делают как раз этот акцент на еду. Я не ем то, а на самом деле и раздражаюсь, и с кем-то спорю, и ругаюсь. Вот для христианина современного это будет пост тот, если мы будем, наоборот, не ругаться, не раздражаться, пусть даже где-то будем не всегда ограничивать себя в еде, но будем лучше бороться со страстями, научаться воздержанию, это будет самое главное. Как покойный блаженнейший Владимир, митрополит Киевский, говорил, что самое главное в посту — это не есть ближнего. Это очень важно знать и запомнить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова